Коломытцево. Село в Лискинском районе Воронежской области. Административный центр Коломытцевского сельского поселения. Село Коломытцево расположено в 15 километрах от районного центра города Лиски в южной части Лискинского муниципального района Воронежской области. От областного центра города Воронежа в 135 километрах. Рельеф поверхности территории сельского поселения осложнен сетью оврахов различной глубины и протяженности. Самая большая категория земель – это земли сельскохозяйственного назначения. Основана в первой половине XVIII века выходцами из города Острогорска. Название получила по имени первопоселенца – Коломытцева. Жизнь села напрямую связана с жизнью церкви. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – православный храм Воронежской и Лискинской епархии, Воронежской метрополии. До 1928 года территориальное село входило в состав Острогорского уезда, Воронежской губернии. Архиепископ Дмитрий Самбикин в документах середины 1880-х годов отмечал Церковь в Слободе Коломытцевой Острогорского уезда – деревянная, на каменном фундаменте с колокольнью, построена в 1853 году. При ней один штат. Земли подцерковные, пахотные – 33 десятины, прихожан – до 800 душ. Хутор Попасный в трех верстах. Первый священник при этой церкви был отец Иоанн Смирнов. С 1861 года его сын – Георгий Иванович Смирнов. По некоторым данным, церковь была перестроена в камне в 1880 году. По документам Воронежской епархии за 1900 год в штате церкви числились священник, диакон, псаломщик. Приход насчитывал 188 дворов, в которых проживало 1649 человек. Красавицы и невесты называли свой храм жители близлежащих сел. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была одной из самых крупных храмовых построек на правом берегу Дона. После революционных событий 1917 года служители церкви вынуждены были покинуть свои приходы. К сожалению, участь священников неясна. Зато достоверно известно, что в 30-е-40-е годы храм не снесли. Жители села Коломытцево не допустили осквернения и надругательства над своими святынями. В годы Великой Отечественной войны в церкви находился штаб одной из венгерских армий, которая участвовала в боях на правой стороне Дона. Здесь же находился госпиталь и место захоронения венгерских солдат и офицеров. Характерно то, что несмотря на многочисленные бомбежки правобережья, ни один снаряд не попал на территорию собора. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы не имела даже осколочных ранений. Утром 15 января 1943 года полки 309-й стрелковой дивизии сибиряков освободили населенные пункты колхоза Красная Заря. Затем с трех сторон ворвались село Попасное, где в результате короткого ожесточенного боя уничтожили 800 вражеских солдат и офицеров. Преследуя бегущих в панике фашистов, доблестные сибиряки к вечеру того же дня полностью очистили от захватчиков Пухова, Ковалева, перерезали железную дорогу Лиски-Россаш. 16 января без особых осложнений освободили остальные хутора и села Ковалевского сельсовета. Путчино, Милахино, Шепелево, Мисево, Коломытцево, Шведово. В тот же день Советское информбюро передало сообщение. Последний час. На днях наши войска, расположенные южнее Воронежа, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось на трех направлениях. Из районов Селявная и Щучья на юго-запад, из района Кантемировки на северо-запад и запад. Прорвав сильно укрепленную оборону противника в районе Селявная протяжением 45 км, в районе Щучья протяжением 50 км и в районе Кантемировки протяжением 60 км, наши войска за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперед на 50 км. Занято более 600 населенных пунктов, в том числе город и железнодорожный узел Россош, районные центры и железнодорожные станции Ольховатка, Митрофановка, Пухово, районные центры Репьевка, Красная, Ровеньки, Марковка, Каменка, железнодорожные станции Мелогорье, Рыбальчино, Сотницкое. В результате успешно проведенной Острогорско-Россашанской операции сложились благоприятные условия для Воронежско-Косторнинской операции, в ходе которой была освобождена от оккупантов остальная территория Воронежской области. В послевоенные годы 1946-1947 год как-то снова отбросили делать духовные на второй план. Церковь стала местом хранения зерна, которое собирали и перерабатывали практически вручную. В 50-е годы вновь заговорили о чистоте идей и убеждений. Ярые коммунисты, так называли в селах тех, кто решил отличиться в идеологической борьбе с религиозными верованиями, решились на разрушение церкви. На стене колокольни черной краской нарисовали линии, которые на фотографиях выглядели как глубокие трещины. Это позволило добиться разрешения у районных властей на снос храма. Однако без технических приспособлений и без взрывных устройств это дело оказалось практически невыполнимым. Недели ушли на то, чтобы вручную разобрать основание колокольни, после чего эта часть строения рухнула под собственной тяжестью. Также удалось разрушить небольшие пристройки церкви и ее купол. Внутреннее убранство, настенную живопись, фрески, которые, по словам старожилов, принадлежали кисти великого русского художника Крамского, залили толстым слоем извести. Парадоксальные случайности стали происходить с теми людьми, которые принимали участие в этом вандализме. Одного разбил паралич, и у него отрезали руки. Другой трагически теряет свою дочь. Третий сам скоропостижно скончался. Женщина, которая руководила всеми этими работами, так и не смогла понять чувство материнства и семейного счастья. Красный кирпич разрушенного храма тут же был использован на строительство домашних печей, а часть ушла на возведение молочно-товарной фермы. Оставшаяся часть собора по-прежнему использовалась как зерновое хранилище и стала местом для танцев молодежи. В 70-е годы в селе появился клуб и новое зернохранилище. Церковь опустела. Белое ее одеяние было смыто бесчисленными дождями, ветрами, снегами. Храм остался в полном забвении. С середины 80-х в селе Коломыцево началось массовое строительство социальных объектов. Молодежная улица, медпункт, почта, новая школа, здания администрации, дом быта, магазины. В асфальт оделись дороги. Надо отдать должное тому председателю колхоза Черноротову В.И., который не тронул святого места. Именно он станет инициатором возрождения церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Он же выделит первые финансовые средства и строительные силы для ее восстановления. С 90-х годов 20 века церковь начала вторую жизнь. С 90-х годов 20 века церковь начала вторую жизнь. Это похоже на ту молодую зеленую веточку, что на иконе Троица Рублева, которая обязательно вырастет в могучий дуб. К сожалению, не удалось смыть известковый слой и открыть фрески. Может быть, со временем кто-то попытается это сделать. Не хватает средств и сил, чтобы вернуть белый наряд невесты. Но церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Коломытцево стала действующей. На территории поселения в селе Коломытцево имеется муниципальное дошкольное образовательное учреждение Коломытцевский детский сад на 25 мест и муниципальное образовательное учреждение Коломытцевское СОЖ на 108 учащихся. Фельдшерский акушерский пункт, дом культуры, филиал музыкальной школы, филиал библиотеки с книжним фондом 7360 экземпляров имеется сельский стадион, спортивный зал в Коломытцевской СОЖ, имеется футбольная команда «Русь Содружество». На 2010 год в селе проживает 861 человек.